Я нарушаю интересы очень многих людей, очень многих структур, но если строго следовать акту об оборудовании и деятельности оборудовательных агентов, можете посмотреть ссылочку, вы увидите, что обязанности агента очень куцые. В этих рамках действительности очень сложно вступить в конфликт, потому что деятельность оборудовательного агента очень ограничена. Но я беру на себя больше обязательства, я больше взваливаю на свои плечи, прекрасно понимаю, что в противном случае вы останетесь беззащитные один на один с различными структурами, о которых мы сейчас поговорим, и поэтому я нарушаю чужие интересы. Чьи интересы? С вами канал Одна Австралия, и я Александр Петров. Но первое, что приходит на ум, это свои же коллеги оборудовательные агенты, которые зачастую вынуждены врать, не потому что они лжецы, они вынуждены лгать, ибо так им говорят делать, например, учебные заведения. Это полуправда. Полуправда значит ложь. И о качестве образования, и о качестве программ, и о многом о чем другом. Дело в том, что образование в Австралии это маркетинг, это продажи, это просто уже не образование, а что-то, что приносит деньги. Когда сфера деятельности, профессионализм сталкивается с бизнесом, бизнес всегда побеждает, потому что за этим приходит материальное благосостояние тех людей, которые этот бизнес проводят. И соответственно вы единственные люди, которые платят в образовании в Австралии какие-то деньги, все живут за счет этого, вы становитесь людьми, которые платят, платят и платят. Это дойные коровы нашего бизнеса. Об этом, кстати, и говорили даже государственные телерадиокомпании, такие как ABC. Но интересы образовательных агентов я нарушаю, потому что я вступаю в жесткое соревнование. И я его зачастую, кстати, выигрываю. Да, в ущерб себе, потому что кого выбирают? Те, кто дает более дешевое, более надежное, более лучшее образование, в первую очередь более дешевое. Соответственно, другие образовательные агенты стараются больше заработать, а значит больше с вас взять. Они проигрывают, они заведомо проигрывают и не надо быть особенно талантливым. И поэтому они, конечно, негодуют, потому что они строго следуют вот этим вот нормативам. А я нет. Ваше же благо. И образовательные агенты, и миграционные агенты мной недовольны. Почему миграционные агенты? А все очень просто, потому что вы получаете в рамках нашего проекта замечательную иммиграционную грамотность. Вы не отделены от других источников, объективных источников информации. Почему это делают другие агенты? Просто потому что если вы слепые щенки, значит с вас возьмут деньги. Я нарушаю интересы этих людей так или иначе. Они обвиняют меня в даче миграционного совета. Но это неправильно. У меня есть несколько миграционных агентов, в том числе и Алексей Чихунов, который в действительности во многом отличается от других агентов, потому что они такой алчный, как подавляющее большинство из них, по крайней мере на русскоязычном рынке. Задумайтесь об этом. Вы или такие же, как вы, становитесь миграционными агентами и посмотрите, как вы себя ведете по отношению к другим людям. Не надо далеко ходить за примером. Просто посмотрите на то, из чего вышли миграционные агенты, русскоговорящие, которые так широко представлены на рынке. И вы можете видеть их людей, если хотите, я могу рассказать об этих людях. И запомните одну вещь. А моральный человек никогда не будет хорошим агентом, даже если он получит хорошие знания, потому что знания будут обращены против вас. Почему? А потому что у этого человека нет ни морали, ни этики. И их интересы я в действительности нарушаю. Как и интересы учебных заведений в действительности. Как же всучить программу, когда эта программа еще, в общем-то, и не утверждена государством? Или как же сказать, что эта программа ведет вас к тому-то, к тому-то, если она к этому не ведет? Если преподавание идет очень плохо, если думают о только зарабатывании денег. И это, как я уже говорил, это постоянно. Коммерциализация началась не вчера. Коммерциализация образования началась в 1900, насколько я помню, в 89 году уже вплотную. С этого момента храмы науки перестали быть храмами науки как таковой. Это больше торговые площадки, это рынок, это базар. А уж пандемия все качество совершенно зачеркнула. Вернемся ли мы к тому, чтобы хотя бы отчасти это было храмом науки, образования, не знаю. Но моя задача, кстати, это помочь учебным заведениям сделать. Даже вопреки их воле. И вы тоже видите, как мы ведем академические исследования, какие-то публикации. Мы пытаемся поднимать качество образования. И с тем же самым Лойтс колледжем, в стенах которого вы сейчас находитесь вместе со мной, мы тоже пытаемся это делать. Да, у нас ошибки происходят. Да, у нас многое, что не получается. Но мы, по крайней мере, хоть что-то делаем. И мы нарушаем интересы других учебных заведений, которые не хотят этого делать. Потому что каждую минуту, которую потратят их работники, это каждую минуту можно бросить на продажи. И надо оплачивать из кармана. Или налогоплательщика. А финансирование эта штука достаточно сложная. Нет денежек в бюджете, особенно в наше время. Или за счет частного предпринимателя. Но, извините меня, они тоже далеко-таки не люди, которые разбрасываются деньгами. Иначе бы у них этих денег, может быть, и не было. И мы нарушаем их интересы. Мы нарушаем интересы тех людей, которые продают вам размещение. Вы не заметили, что мы, собственно говоря, практически крайне редко работаем с замечательным человеком, Даниилом Блусом. Почему? Потому что это его бизнес, размещение. Он что-то на этом зарабатывает. А мы стараемся сделать так, чтобы мы на первичном рынке жилья что-то брали. И, соответственно, у нас все это было как можно дешевле. Те люди, которые на этом рынке делают бизнес, просто не могут работать с нашими студентами. Или, по крайней мере, они крайне незначительная часть того рынка жилья, которое мы потребляем. Или, скажем так, мы далеко не первые, не вторые, даже не десятые клиенты у них. И это мне тоже чего-то стоит. Не забывайте, те 200 долларов, которые вы платите placement fee, это доллары, которые предназначены для ваших агентов, когда они вас размещают. И я этих денег никогда с Даниила не брал. А больше ни с кем не работал, потому что по порядочности все остальные, ну, в общем-то, даже Даниилу значительно уступают. Так зачем с ними работать? Нельзя работать с аморальными людьми, потому что станешь сам аморальным. А посмотрите на работодателей, и тех, которые сейчас вам дают подработку, и тех, которые трудоустраивают вас после окончания вашего обучения. Ведь с них никто не берет никаких денег. Я не беру с них денег. Но это значит, что создана система, при которой вас нельзя обижать. И никто в нашей системе вас не обижает. И у вас есть всегда возможность перейти от одного работодателя к другому. Другое дело, если вы сами занимаетесь воровством, обманом, ленью и так далее. То есть вы обманываете работодателя, вы не работаете в рабочее время, вы опаздываете, вы не приходите на работу, когда это нужно, и, соответственно, рушатся интересы ваших друзей, которые должны с вами вместе работать, выполняя одну и ту же работу. И интересы вашего работодателя, заказчика страдают. А значит, все интересы вместе взяты. Ну тогда это, конечно, совсем плохо с вашей стороны. Но работодатель в нашей системе, он теряет. Вы не такие безвольные, как очень многие другие. Вы всегда имеете защиту. В конце концов, как хорошо организованное стадо, даже стадо становится не стадом, не толпой, а стаей, которая может очень хорошо за себя постоять. И это было мной организовано, мной и студентами, которых вы уже не видите. Они давным-давно граждане этой страны и забыли, почти забыли о своем студенчестве. Но иногда они вспоминают и подключаются к стаду или к стае, когда надо пободать каких-то хищников, которые имеют дерзость, имеют дерзость в том числе и в соцсетях, нападать на нас. И я оценю это. У них еще осталось то чувство, которое грело в нас, когда мы сопротивлялись, и когда мы наводили порядок в этой сфере. А мы наводили порядок и навели его. Не совсем так, ничего не бывает никогда идеального. Поэтому, дорогие друзья, и их интересы я тоже нарушаю. Они очень хорошо знают, кто стоит за всем этим. И меня они любят. А взять, допустим, интересы государства. Вот последний пример. У меня были равночтения с департаментом миграции и членами парламента, моими друзьями, либористами, когда они уговаривали ребят украинцев переходить на 786-ю визу, заведомо зная. Они точно знают, что у этих людей нет никакого будущего остаться в стране. И они мне объясняли, Александр, Алекс, это правильно, чтобы люди были на этой визе, поработали побольше и уехали отстраивать свою страну. А вам это нужно? А стране на самом деле это нужно? Да, я защищаю ваши интересы. Но я имею стратегические виды на вас, дорогие друзья, как тех людей, которые продвинут нашу страну. Потому что изначально, как я вижу, Австралия построена не на очень хорошем фундаменте. И это исторически обоснованно. Здесь не было каких-то пифагоров, эфалесов, ломоносовых и прочих товарищей, которые типа Ньютона двигали науку вперед. Их здесь просто быть не могло по определению. Соответственно, я хотел бы наполнить эту страну людьми перспективными, людьми умными, образованными и получившими здесь тоже образование. Я хочу, чтобы мы двигались вперед. И я думаю, мое видение будущего страны лучше для этой страны, чем видение взгляды некоторых законодателей. И у некоторых из них, кстати, такие же взгляды. Но на данный момент я в действительности нарушаю какие-то интересы каких-то лиц. Я думаю, такие краткосрочные интересы правительства страны. И ни одного правительства. Ушли либералы, пришли либористы. Но незаметно, чтобы глобально изменилось отношение к вам, дорогие друзья. Поэтому я нарушаю очень многих людей интересы. И не надо думать, что я скандальный. Не надо думать, что я кешу свое эго. Все, что надо, я уже совершил. Как говорил поэт. И мне не надо ничего доказывать. Но это ваши интересы могут пострадать. Это вы будете отвечать своим будущим. И по крайней мере своим временем и деньгами. Вам придется больше работать. И в более старшем возрасте вы достигнете своих заветных целей. Вот чьи и ради кого интересы я защищаю. И научитесь это ценить. Спасибо.